Доброе утро! Это окно в кино, дайдже самых заметных событий в мире кинематографа. С 1 по 10 мая в южнокорейском Чонджу проходит юбилейный 25-й международный фестиваль, второй по крупности и значимости в азиатском регионе киносмотр после Бусана. 232 фильма из 43 стран участвуют во всех программах кинофестиваля этого года. Из них 102 ленты из Южной Кореи и 130 со всего остального мира. Национальный конкурс на кинофестивале в Чонджу всегда очень сильный. В этом году акцент сделан на женщинах-режиссерах из Южной Кореи, которые представляют самые разные фильмы от истории социального одиночества и откровенной дискриминации до Love Story на фоне Сеула. Многие южнокорейские фильмы из Чонджу впоследствии оказываются в российском прокате. Ну а мы пока знакомимся с тем, что выходит на большой экран прямо сейчас, и начнем с драматического триллера «Всемирный потоп». Дождь льет по всей Великобритании уже не первый месяц. Вода начинает разрушать все на своем пути. В стране объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка. В городах стало небезопасно. Нам надо держаться подальше от цивилизации, подальше от людей. С момента большого наводнения, которое власти предпочитают не называть потопом, прошло уже три месяца. Правительство явно не справляется с бедствием. Говорят, есть одна коммуна «Остров спасения», если это не мир. «Всемирный потоп» – экранизация одноименного дебютного романа британской писательницы Мэган Хантер. Книга была опубликована в 2017 году. Премьера киноадаптации состоялась на фестивале в Торонто в 2023. Сценарий написала Элис Берч, прежде работавшая над сериалами «Нормальные люди», «Разговоры с друзьями» и «Связанные насмерть». За режиссуру отвечала дебютантка в полнометре Махале Белло. Прежде постановщица сняла два не очень известных за пределами Великобритании мини-сериала «Длинная песня» и «Реквием». Зато в главных ролях «Всемирного потопа» Джоди Коммер из «Убивая Еву» и сам мистер Камбербэтч. Еще одна драма из разряда «Серьезно задуматься» после просмотра вышла в прокат на этой неделе. Она называется «Память», а в главных ролях Джессика Честейн и Питер Сарсгард, удостойная кубка в Вольпе за лучшую мужскую роль на прошлогоднем венецианском кинофестивале. Его работа в «Памяти» потрясла тогда всех. Прошлое не дает покоя Сильвии. На вечере выпускников она встречает Соло и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Соло страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Тонкая история любви, помогающая справиться с демонами прошлого и обрести надежду на счастье. Зачем ты пошел за мной до дома? Или ты вспоминаешь, когда удобно? Я не помню. Мексиканский режиссер Мишель Франко не ищет для своих героев легких путей. Если кого-то в его фильме не убивают или не насилуют, значит, у героя есть хотя бы рак мозга. Романтическая драма по Франко встреча матери-одиночки в завязке с жесточайшим ПТСР и вдовца с деменцией. Все в этом манипулятивном фильме, населенном социологическими фантомами, выглядит сконструированным и подогнанным под нужный результат. Ну и чтобы хоть как-то расслабиться от обилия депрессивного кино, которое нам приготовили отечественные кинопрокатчики на майские каникулы, пару слов об обычном экшне, хотя умирать там тоже будут. На большом экране стартовал боевик «Выжить в Калахаре». Молодая пара вынуждена свернуть гуманитарную миссию и бежать из лагеря в пустыне Калахаре, так как им угрожает банда боевиков. Вывести их соглашается пилот-контрабандист. Однако самолет терпит крушение посреди заповедника. И теперь пассажиры вынуждены сражаться не только с людьми, но и с гиенами, леопардами и львами. Где мы? Там, где не захочется быть. Мы рухнули в заповеднике, где устраивали сафари. Каждую секунду, что мы торчим здесь, наша жизнь под угрозой. Главные роли в африканском остросюжетном сервайвл-триллере исполнили Райан Филипп, Эмиль Хирш и Мэна Сувари. Вот такие свежие релизы доступны в ближайшее время в кинотеатрах. Приятного вам просмотра и берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова